Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня на канале Елена Никитская, журналист и блогер, специалист в цифровом маркетинге и социальных медиа. Елена, здравствуйте! Здравствуйте! Немного расскажите о себе. Я вот когда к зрителям обратилась, забыла сказать, что вы живете в Америке, и сейчас у вас, когда мы разговариваем, уже глубокая ночь. Расскажите чуть-чуть о себе, пару слов, где вы живете и чем занимаетесь. Светлана, доброе утро! Да, у нас действительно поздняя ночь. Я нахожусь в Калифорнии, в Сакраменто. Здесь я уже проживаю на протяжении последних 13 лет, в Калифорнии. Фактически в самой столице штата Калифорния. Я занимаюсь диджитал маркетингом, являюсь экспертом в этой области. Последние 13 лет у меня есть компания по диджитал маркетингу, подчиняю различные известные конференции, набираю экспертизу в этой области. Также являюсь интернациональным блогером. У меня есть в этом направлении лицензия в US Press. То есть я могу освещать эти события официально, любые происходящие, которые есть. Вот так как-то в плане диджитал маркетинга. То есть есть определенные награды от штата Калифорния, как один из лучших экспертов в этой области. Вот такие достижения. Учусь, продолжаю учиться, учусь в университете здесь местном, получаю второе образование в университете САК-Стейт. Ясно. Елена, собственно говоря, я вас узнала, когда увидела ваш ролик, который вы снимали как раз о протестах, которые прошли в Калифорнии. Вот совершенно недавно в связи с тем, что у вас тоже введен режим ограничения передвижения в связи с коронавирусом. И, собственно говоря, сейчас тема коронавируса и всеобщего мирового такого карантина, она тревожит всех. И, собственно, наш разговор мне бы хотелось сегодня посвятить тому, когда у вас был карантин, как народ реагирует, как государство справляется, какие методы борьбы с этой эпидемией вводят, как люди на это реагируют, как это все освещается СМИ. Вот интересно, как это все у вас происходит. Значит, карантин в наш штат, так как у нас достаточно много штатов, поэтому введен был режим карантина, или вот как у нас это называется, stay home notice, order, это нахождение дома в разное время, в каждом штате абсолютно. Но до сих пор есть некоторые штаты, в Центральной Америке, это, если быть точным, это 5 штатов, и еще 3 штата в процессе оформления этого notice, а 5 штатов полностью открыты. Остальные штаты уже... В основном у нас в Калифорнии было принято это постановление с 19-20 марта, и вступило оно в силу и по сей день. То есть разные сроки завершения, оно постоянно продляется, то есть на данный момент официально дата 2 мая, но уже в некоторых выступлениях нашего губернатора звучали такие фразы, что этого не произойдет до осени этого года, либо в Миннесоте сейчас тоже губернатор в последнем буквально своем выступлении на днях сказал такую фразу, что к нормальной жизни мы сможем вернуться только когда уже выйдет вакцина от коронавируса, и когда мы вакцинируемся, и уже тогда мы сможем в нормальном режиме функционировать. То есть это на данный момент что происходит? Я правильно понимаю, что вот сейчас у вас не введено чрезвычайное положение, то есть люди сидят, не ходят, ну кто-то ведь лишается работ, бизнесы какие-то закрыты. У нас во всяком случае так происходит, как у вас это происходит. Да, именно так. Что такое Steam Home Order? То есть это официальное постановление, когда ты можешь выезжать из дома только по essential needs, у нас так называется, это нужды, это не первой необходимости. Это магазины, это госпитали, больницы, вот все, что с этим связано, сюда входит в эту категорию. Остальные small businesses, как у нас его называют, это малый бизнес, он практически весь закрыт. Вот те, что не входят в категории необходимости, они сейчас закрыты. Соответственно, конечно же, они очень сильно теряют в этом направлении. А вот как-то людей проверяют, штрафуют. Вы имеете какие-то цифровые пропуски для того, чтобы, вам нужно их оформлять, чтобы выйти на улицу? Нет, у нас нет цифровых пропусков, слава богу. Я буквально только сегодня разговаривала с шерифами, и я спрашивала, потому что у нас введен штраф, и каждый штат имеет свою какую-то определенную систему штрафов за нарушение карантина. Варьируются эти штрафы примерно от 500 долларов до 5000 долларов, в зависимости от размера нарушения, вплоть до года лишения свободы. Есть даже такие постановления, но я не знаю, какие нарушения прям входят в эту категорию. Но в каждом штате это отличается, потому что до этого у нас, например, были большие парки открыты, и разрешалось гулять, но сейчас тоже разрешается ходить на прогулки с собаками, гулять в парках, которые открыты на площадках возле дома, или заниматься спортом. Сейчас вот именно такие большие места, как парки, они закрыты, официальные штатные. Если мы говорим, вот даже последний мой разговор с шерифами, я такой же вопрос задала, я говорю, будете ли вы штрафовать, вот допустим, если человек выезжает, и если, как там, предъявлять ресит с магазина, то, что ты скупился, потому что у нас нет никаких электронных пропусков, или постановлений, или документы мне надо брать. Они говорят, мы можем, по закону у нас есть такое право вас остановить и дать вам штраф. Но мы этого делать не будем. То есть мы все-таки понимаем, что происходит в штате, мы понимаем, что происходит с жителями, то есть насколько и уровень страха, и уровень какого-то волнения из-за где-то неосведавленности, и недостатка информации, или путаницы информации, спекуляции информации. Но в основном, я говорю, в каких случаях вы будете давать штраф? Он говорит, в случае серьезных нарушений, как, например, массовые собрания, какие-то пари, вот, например, день рождения собралось больше 50 человек. Сначала у нас было ограничение до 50 человек, потом опустилось на 10 человек. В основном сейчас только там в уровне семьи ограничивается. И если будет большой парень, нам позвонят. Сейчас очень много как раз фиксируется звонков, потому что люди, в принципе, они сообщают информацию, если видят где-то нарушение. Соответственно, полиция приезжает, или шерифы приезжают, и они смотрят. И если действительно серьезное нарушение, да, это может понести определенное взыскание. Но вот если я, допустим, просто решила пойти погулять в парк одна, никого не трогаю, да, но у меня нет каких-то таких вот срочных, неотложных нужд, как вот сходить в магазин, в аптеку, или еще что-то просто, мне нужно подышать, потому что это, в общем-то, тоже здоровье. Это даже поощряется. Поощряется? Ходить в парк, и разрешается, там, хайкинг или пробежки, занятия спортом. Единственное, с соблюдением норм, с соблюдением 6 фит расстояния, 2 метра между человеком, то есть не пересекаться. Вот. Это касательно, например, даже удивительно то, что в штате Гавайи, то есть я общаюсь, у меня сейчас знакомые прямо там сейчас находятся, и родные живут на Гавайских островах. Также у них, например, удивительно, что, когда ты приезжаешь с детьми, например, сейчас на пляж, потому что официально все пляжи закрыты сейчас. Хотя у них был вот буквально несколько недель, как у них только ввели карантин, то есть они позже пошли на закрытие официально пляжа, у них до этого времени было все открыто. И ты приходишь, и говорят, некоторые есть все-таки пляжи и парки открыты, и там и серферы, и там, допустим, в волейбол играют или еще что-то, но ты приходишь с детьми, и полицейский остановил и сказал, это только для взрослых, потому что взрослым надо где-то оставлять детей дома, приезжай, взрослым надо где-то заниматься, там, энергию девать, поэтому это можно. Ну, то есть для меня это было очень сложно. Да, а что же детям делать? Потому что для детей это, наоборот, первая необходимость сейчас. И штраф, вот, допустим, на Гавайских островах может варьироваться в размере там 4 тысяч долларов, если ты нарушаешь. У нас категорически, ну, в общем-то, запрещается, вот, отлавливают даже людей, которые выше 65 лет возраста, стариков, если они вышли на, просто вот как бы, чтобы они сидели дома, или там на 100 метров не удалялись. Ну, у нас везде режим по-разному введен, допустим, вот в Москве, там 100 метров ограничили, и стариков просто отлавливают, типа вы в группе риска сидите дома. У вас как? Нет, у нас такого нету, по крайней мере, точно в нашем Калифорнийском штате. К старшим людям есть, наоборот, определенное уважение в этом плане. И даже многие магазины, они открываются на час раньше, большие такие, как Target, Walmart, для того, чтобы принять людей пенсионного возраста, чтобы не было такой большой толпы, как в магазинах, как после начала рабочих часов, чтобы максимально предоставить им какую-то там зону безопасности. Ясно. Ну, а вообще, вот, как люди переносят сам этот карантин? Вот, собственно говоря, мы начали разговор с того, что уже люди начали митинговать. Как много людей вообще вышло на митинг, с какими лозунгами эти люди вышли? И этот митинг был только в Калифорнии или в других штатах Америки тоже были подобные митинги? Я бы сказала, что сейчас волна митингов идет по Америке. Ну, на данный момент это все началось со штата Мичиган, потом перешло на Миннесоту, Вашингтон, Калифорния и Пенсильвания сейчас. Идет дальше, и митинги будут повторяться. Это те штаты, которые уже задействованы. В разных штатах разное количество людей выходит, но в Массачусетсе мы просто видели, да, в Мичигане мы просто видели огромное скопление тысячи машин, то есть есть фотографии, видеосюжеты. Конечно, эти кадры их не показывают на федеральных каналах, на официальных СМИ, но различные блогеры, журналисты, которые выставляют везде это в СМИ, в социальные сети закидывают, эти все кадры есть. Также в Миннесоте, то есть я, например, знаю правозащитников в Миннесоте и в Вашингтоне, я видела все их кадры, в Вашингтоне было более двух тысяч человек. У нас в Калифорнии было, я бы сказала, что около пяти тысяч человек по моим таким наблюдениям. То есть разная информация в СМИ подавалась, но местный канал, наш Сакраментовский, и подал эту информацию, как там 30 человек вышло на протест, конечно же. Но люди, конечно же, выходили. Дело в том, что протест начинался, допустим, в 12, и происходило это все до где-то 4 часов, и люди менялись. Поэтому общей сложности их было очень много, хотя было там одно выступление, и часть людей, они продолжали там скандировать в машинах вокруг Калифорнийского Капитолия, не прерывая, с флагами, с плакатами, с отплеенными машинами, с различными слоганами. То есть, в принципе, один, наверное, из таких вопросов, который стоит перед людьми, это спекуляция сейчас на этой пандемии, то есть на карантине. Что я имею в виду? Это когда essential, вот как мы называем бизнес необходимости, я не считаю, что, и люди не считают, что бизнес необходимости, essential, это что-то такое, это как защитное какое-то слово, которое тебя спасает. Потому что, приходя, допустим, в магазин, или находясь где-то в общественном месте, где не всегда, я даже показывала один из моих сюжетов, возможно, вы видели, я показывала, как не соблюдается правила и нормы в магазинах, когда в очередях стоят толпы людей, и люди все это видят. И для них, то есть такой первый вопрос, почему мой бизнес должен быть закрыт, а этот большой супермаркет открыт, где не соблюдается карантин. То есть, получается, что слово essential, да, необходимость, бизнес необходимости, он является защитой, что ли, от коронавируса, или каким образом? Потому что безопасность... Это необходимость, это, да? В разных случаях эта необходимость по-разному получается. Да, да, и из-за этого люди видели спекуляции, они вышли. Многие плакаты были такие, что люди просили открыть бизнес их назад, и, например, даже те пять штатов, которые не закрылись, сейчас уже несколько сюжетов вышло в таких небольших каналов, которые не проплачиваются фармобизнесами, и не входят в федеральную сеть общую, которые провели там исследование и выявили, что закрытие или не закрытие штата, оно абсолютно не влияет на распространение вируса. То есть, в принципе, такой же, допустим, абсолютно рост. То есть, нет такого, чтобы в тех штатах... Хотя здесь штаты намного, конечно, меньше, у них меньше процентов заболевших, но если сравнивать в статистических данных сравнение размеров, минимум, максимум, то этого нет. И это уже делают доктора, допустим, ИАР, которые сейчас вышли, и они делали там тесты определенные на COVID, и видят, что сейчас нет такого распространения. То же самое мы получаем информацию, например, я непосредственно, как минимум, 8 госпиталей, которые находятся в округе моего города, это я знакома лично с медицинскими сотрудниками, с врачами, которые так и говорят, что мы, во-первых, процедуры основные отменены, то есть госпитали сейчас теряют финансово, в том плане, что люди и боятся, и проходить там лечение, или приходить лишний раз в госпиталь. Поэтому многие команды медицинских сотрудников распускаются, госпиталя пустуют. Почему? Потому что они основные операции, все отменяют. И с другой стороны, в то же самое время, нету такого, как у нас говорят, overcloud или overload загруженности госпиталей. То есть в каждом госпитале, вот даже сейчас, максимальное количество на данный момент, последние несколько дней, которые мне назвали, это было 10-14 человек, завалевших, в огромном, там, Сакраменто-Каунте, это практически там огромную часть нашего штата занимает, да, и это учитывая то, что наш штат входит там в топ-3, где больше всего проявляется там коронавирус. Основным цифрой были 2-3 человека заболевших. Люди видят эту спекуляцию на цифрах, я не говорю, и люди не говорят, что вирусы не существуют. Я уверена, что люди понимают опасность, нужно соблюдать правила, какие-то нормы карантина, но людей удивляет вот эта вот форма, как бы, несправедливости, когда двойные стандарты применяются, то есть к одним. И когда реально баллы бизнеса сейчас страдают, закрываются, люди вылетают полностью, как бы, из бизнеса, теряют работу, теряют возможность, и нету средств к существованию, и они понимают, что что-то не то. Если действительно, например, даже вам мы говорили, да, и там будем говорить, касаться вопроса установок 5G-вышек, и сейчас прям по всем штатам Америки прям запустили в Конгрессе, что срочное установление 5G-вышек в течение 90-180 дней, и работы ведутся везде, во всех точках. Я разговаривала с сотрудниками, которые устанавливают, работниками, это все, что мы делаем с утра до ночи, и они там работают на этих местах по 10-15 человек без масок, без соблюдения каких-то норм безопасности. И это тоже настораживает на мысль, неужели это такая сейчас необходимость в период эпидемии, чтобы сейчас пускать средства федеральные, средства штатные, суда. Неужели, например, даже те же люди, и разговаривая даже с сотрудниками магазинов, я спрашиваю у них, почему вы без масок? Сейчас уже начинают там перчатки, маски, они буквально несколько недель назад, они говорят, а у нас нет масок, то есть нам магазин не может обеспечить масок. А свои люди купить не могут, потому что у нас уже полтора месяца прошло, как вся эта эпопея началась, а до сих пор нету достаточного количества масок, не то, что достаточного количества, вообще нет, их фактически не найдешь. То есть люди начали сами шить, какие-то фильтры вставлять, особенно вот этот вот медицинский грейд N95, который считается защитным наиболее, ты его нигде не найдешь, только там где-то Амазоны, то эта доставка будет тебе через полтора месяца. И плюс всегда есть такая подпись, что именно эта защита, она в первую очередь предназначена для медицинских сотрудников, потому что у нас даже в госпитале, таком как Кайзер, есть ассоциация медсестер, и эта организация легально оформлена, они выпускали журналы, когда в начале, когда это все происходило, может быть, где-то месяц назад было, когда госпиталь не мог обеспечить достаточно масками, и в то же самое время не давал приносить свои. То есть можно сказать, даже не то чтобы угрожая, но можно сказать, говоря о том, что это может грозить увольнением. То есть такие вот вопросы были, когда федеральные средства и штатные средства налогоплательщиков расходуются сейчас на принятие каких-то в силу законов, установку 5G, где полностью не соблюдаются там карантинные нормы, и в то же самое время, в это же время люди сидят дома, закрыт малый бизнес, они теряют, они попадают просто в панику, и медицинские сотрудники не обеспечены до конца, и те же люди, и те же магазины. То есть почему бы вам сейчас не бросить силу на то, чтобы достаточно материалов сделать для того, чтобы люди были защищены. Давайте мы пересидим дома какой-то месяц, какой-то два, подождем, посидим в карантине. Но вот эти вот нестыковки, они очень сильно видны, очень сильно проявляются. И в частности, та же спекуляция с сайтами или официальными нашими структурами, такими как CDC или ВОЗ. Ну, вы знаете, сейчас мы поговорим и о ВОЗ, и опять же, но давайте закончим с мерами. То есть вот у нас очень часто как бы сравнивают, какие меры приняли в Америке, что вот по 1200 долларов каждому выдают такие меры поддержки, там бизнесу тоже какие-то поддержки существуют. Ну, у нас, естественно, все намного скромнее. Вот здесь хотелось бы понять, какие меры поддержки для физических лиц и для бизнеса, который сейчас вынужденно простаивает, у вас вводится. Это тоже зависит от штата или это федеральная какая-то помощь. Вот. И насколько... Вот я когда цифры слышу, я понимаю, что, допустим, для нас 1200 долларов звучит как огромная сумма. Вот. Но насколько реально вот эта сумма может поддержать на плаву человека в Америке? Ну, надо начать с того, что да, во-первых, огромное спасибо нашему правительству, которое действительно заботится о гражданах, хотя в такой форме. И люди, действительно, получили помощь. То есть первая волна помощи прошла, я бы сказала, что еще, наверное, недели три назад, вот после объявления, буквально в течение одной-двух недели начали люди получать эти деньги. Если у тебя доход составляет до 75 тысяч долларов на одного человека, ты получаешь 1200 долларов и плюс 500 долларов на ребенка. Ну, вот, допустим, если пара зарабатывает до 150 тысяч долларов в год, семья, и у них, например, трое детей, то они получили, получается, 2400 на два человека плюс полторы, то есть 3900 помощь составила. Если эта сумма 150 тысяч на двоих превышала, то есть там каждую, не знаю, какую-то сотню долларов отнимались, то есть до 200 тысяч долларов, можно сказать, то есть в промежуток от 150 тысяч. То есть если ты зарабатываешь больше, чем 75 тысяч, ты получаешь меньше помощь, да? Да, ты получаешь меньше, да. Если у тебя с 75 и до 100, там 99, 999 до этой суммы, тогда у тебя сумма помощи уменьшается. А кто вообще не получает помощь? Есть такие, кто вообще не получает помощь? Если только сумма дохода превышает, это первый момент, или если человек, допустим, нелегально здесь находится в штате, хотя сейчас даже наш губернатор выписал там сколько-то миллионов долларов на помощь нелегалам. Тоже это по-разному эти вопросы сейчас рассматриваются, это такой единственный штат, и даже открытая на него судебное дело, потому что по закону он не имел права это сделать, по федеральному закону, но у нас такая своя политика, потому что каждый штат, он есть федеральный закон, который распространяется, но фактически каждый штат как одно государство, и у них еще штатные законы есть. Иногда штат может принимать решения, которые вообще не связаны с федеральным законом. Люди, которые не получили, возможно, это те, которые не работали и не платили, например, налоги, то есть они не были легально оформлены как налогоплательщики, потому что эта помощь выдавалась по нашим налоговым декларациям за 19-й или 18-й год, и если человеку полагается помощь, то он ее получает. Помимо этого, очень много людей пошли на безработицу, то есть сейчас у нас рекордный фактически уровень безработицы, более 26 миллионов, и это самый высокий уровень безработицы за последние 87 лет вообще в Америке. И более там 14, по-моему, уже миллионов подали на безработицу, то есть сначала было 6, 10 в новостях информации, потом 14, и помимо того, что тебе платят, то есть там разные выплаты идут, если я не ошибаюсь, там, по-моему, 50-75 процентов от твоего недельного дохода тебе платят, но в связи с ковид тебе еще каждую неделю около 600 долларов идет надбавка. Это если ты потерял работу. Да, если ты потерял работу, но сейчас прошла такая информация, я еще, конечно, хочу ее проверить, что даже те, у которых, как у нас называется, как self-employed, самотрудоустроен, когда у тебя там какой-то свой малый бизнес, раньше такого нельзя было, чтобы ты подавал, то есть ты должен был доказать, что ты потерял работу, ты работал на каком-то там государственном или предприятии, частном, где у тебя был, ну, у нас форма, допустим, там, W9, то есть как ты получаешь зарплату, и у тебя таксы сразу списываются на зарплату работы. Вот, надо проверить, вот такая помощь еще оказывается, и также помощь для малого бизнеса, то есть федеральное правительство выделило более 200 миллионов долларов на помощь именно людям малому бизнесу. То есть я записала такое видео, и вот сейчас, всю эту неделю, что приятно, я получаю отзывы от многих своих подписчиков по всем штатам Америки, которые высылают мне благодарность, то, что они получили. То есть они получили малый бизнес от 1000 до 10 тысяч долларов. Ну, мы в твоем видео помогли просто оформить, я видела это видео, как правильно оформить эту помощь. Я подсказала, это официальный сайт малого бизнеса, федерального малого бизнеса, то есть люди заходили, они просто заполняли правильно, задача была правильно заформить, чтобы твоя заявка была рассмотрена, а не ушла в урну, потому что там какая-то лишняя галочка или недостающая галочка, ты просто не квалифицируешься под помощь. Вот, из-за того, что пришло очень много заявок, они там по-разному, конечно, рассматривают, потому что сейчас мне присылают, у кого, например, они начали давать помощь так, что на одного работника в компании, если у тебя, допустим, свой бизнес небольшой, ты один работаешь, ты получил 1000 долларов. Если у тебя работает 3 человека, 3, 5, 5, то есть на каждого сотрудника и максимум 10 тысяч. Но некоторые знакомые прислали, что у них 3, 5 сотрудников, а они получили по 10 тысяч. Другие прислали, вот что у них 8, 8 тысяч. Поэтому я думаю, что, конечно, наверное, правительство рассматривало, там включало туда и насколько бизнес может быть необходим, и насколько он большой, и плюс какое количество доходов и расходов было указано в декларации, потому что там при заполнении нужно было указать, какие у тебя расходы. Помощь приходит быстро, ее легко достаточно получить, да? Помощь вот эта федеральная, на нее не надо подавать, потому что она приходит тебе автоматически как возврат твоих налогов, либо уплата дологов, она приходит тебе либо на счет, либо по почте, чекам. Вот это для малого бизнеса нужно было заполнить анкету. Те, кто не заполнили, не получили. Я также знаю еще людей, которые еще ничего не получили, то есть не пришли, потому что выплаты как бы частями идут, из-за того, что огромное количество там запросов, заявок и людей, которые потеряли работу, без средств существования. Но это, конечно, несоизмеримая сумма помощи с нашей особенно калифорнийской действительностью. Если мы возьмем вот те регионы, как Лос-Анджелес, особенно те части, то там может быть аренда жилья только стоит 3-5 тысяч долларов в месяц. То есть в тысячи ни о чем, ее даже не хватит на оплату жилья. Да, да, это больше, наверное, так. На продукты какие-то, какая-то помощь, какие-то расходы, да. Плюс расходы, да, действительно большие на аренду. И, конечно, в чем еще помощь заключается, что государство тоже вышло распоряжение, что, допустим, арендодатеры не имеют права выселять в этот период времени, в течение 2-3 месяцев, тех, кто находится у них в аренде. И также банки, если ты купил дом, например, и ты платишь дом, ты можешь позвонить, и есть программа во всех банках, и сделать отсрочку своих платежей по выплату там кредитов. Тоже на 2-3 месяца. Но эти суммы, эти суммы прощаться не будут. То есть тебе обязательно... Просто они расположены. Да, тебе обязательно эти суммы спросят, через 2-3 месяца попросят их вернуть. Вопрос, конечно же, смогут ли люди после выхода из карантина так быстро найти работу или решить вопрос с финансами, чтобы начать возвращать и начать делать выплаты, так как они накопятся, получается. Понятно. А какой у вас средний прожиточный минимум? Вот если даже... Ну, или даже просто скажем так, вот какой уровень необходим минимально, чтобы вот заплатить за квартиру, купить себе все самое необходимое? То есть мы не говорим о какой-то роскоши, да? Но вот именно самый минимум, какой необходим человеку в среднем? Мы сделала не так давно статистику, тоже это очень сильно зависит от штата, потому что есть штаты с разной экономикой, с разными ценами на жилье. Да, в нашем штате, ведь сумма-то везде одинаковая, независимо от штата выдается. Да, да, это правда. В нашем штате, я бы сказала, что, наверное, это варьируется. Вот последние буквально какие-то новости я видела и как раз выставляли какие-то графики подсчетов. Это было, наверное, в районе 5 тысяч, например, долларов. Но, опять же, от размера семьи. Но на самом деле, если быть реалистом, если у тебя есть 2-3 ребенка, то это спокойно может составлять около 10 тысяч долларов. То есть, если... Понятно. А вот такой момент. Ведь у вас не медицинская страховка, она не у всех. Там Обама пытался, Обама, окей, обводить, да, вот обязательную медицинскую страховку, минимальную медицинскую страховку. Но я так понимаю, что до конца все-таки как бы не все имеют эту страховку, да. И вот как вопрос, если человек заболевает коронавирусом, да, попадает в больницу, сколько он потом должен заплатить за свое лечение? Ну, как бы, или ему эти деньги как-то прощаются? Хороший вопрос. Насчет Обама Кереза, конечно, надо делать тему отдельного прямого эфира, потому что это была одна из таких, наверное, бессмыслиц, которая появилась, и бессмысленных идей, которая появилась в США, из-за которой просто все, что только можно было, какую-то ненужную реформацию проводила, но это скорее пошло в минус. Пошло в минус как тем, которые находятся там на государственных страховках, как тем, которые прям резко, допустим, люди, у которых чуть-чуть, вот, знаете, у нас очень невыгодно быть в средней категории, потому что ты еще не такой бедный, чтобы получать страховку государственную, и в то же самое время ты еще не такой богатый, чтобы позволить себе частную страховку. И вот этот сегмент, он всегда больше всего страдает. И этот сегмент был вынужден платить, увеличить, допустим, сумму оплат своих страховок на 300, 500, там, 700 долларов, иногда там на человека суммы могут варьироваться. Сейчас буквально, вот смотрю даже по сториз, мои друзья выставляют, что пришли им там счета, когда страховка просто вот из-за того, что сейчас пандемия, там, человек платил 500 за человека или там за семью, самый минимум, просто чтобы… 500 – это в месяц, в год, сколько? В месяц. В месяц, да. Чтобы вы понимали, да, часто, если такая более-менее нормальная страховка, она может стоить там 500 долларов, 600 на человека в месяц. Да, там разные, конечно, есть планы, но если там такой самый-самый минимум, чтобы самый минимум, это фактически… Тебе ничего не покрывают, просто главное, что оно у тебя есть, и ты не платишь штрафы, примерно так. Но государственно, конечно, сейчас, я думаю, что будет все это рассматриваться совершенно по-другому, так как, можно сказать, там, карантин и кризисное положение в стране, многие люди пошли на безработицу, а когда ты идешь на безработицу, соответственно, это автоматически, ты уже подпадаешь под категорию в государственной страховке. А государственная страховка, которая называется там Medicaid для старшего или Medical у нас она называется в Америке, здесь уже государство фактически покрывает там посещение, ER, emergency, скорой помощи, либо какие-то плановые операции, то есть фактически большинство процедур, кроме, может быть, там, каких-то связанных там с зубами, с dental, планами или там с глазами, глазные процедуры, уже дополнительно что-то. А так, если что-то срочное, тебе какая-то серьезная там операция нужна, там, открытое сердце, например, конечно, да, государственная страховка, здесь надо отдать должное Америке, и если у тебя недостаточно дохода, тебя действительно здесь могут там прооперировать, сделать тебе дорогостоящую операцию, ты за это ничего не будешь платить. Сейчас, я вот только смотрела у нас в US Today, вышла буквально несколько дней статья, и как раз они просчитали, что лечение там от коронавируса может составить, наверное, около 20 тысяч долларов. Но, опять же, все зависит от того, допустим, положат тебя на вентилятор или нет, и каждый день госпиталя тоже какую-то сумму определенную стоит. Ну, и здесь, я думаю, тоже, как и даже в обычном режиме, в обычный период времени, вот, например, у нас есть такой госпиталь, как Mercy, он находится при католической церкви. И часто ни одна такая ситуация была, и люди, которые, допустим, обращаются туда, если получили какой-то счет, и он большой, они не могут его выплатить, часто католическая церковь помогает там с выплатами 50-70% твоего счета. А вот, кстати, раз уж вы вспомнили про церковь, просто тут как раз была Пасха, и вот во многих в Израиле, допустим, как бы там, ну, закрывалось, отменялось там все. У нас вот тоже где-то были церкви закрыты, то есть людям не рекомендовали ходить на службу. А у вас как это было? У нас также, у нас церкви не считаются essential business в большинстве, то есть не считаются необходимыми открытыми структурами, хотя сейчас против этого у нас в Калифорнии подали иск пасторы различных церквей на нашего губернатора, так как им кажется странным, почему в период кризиса, когда людям особенно нужна духовная помощь и поддержка, магазины марихуаны считаются бизнесу необходимостью, открыты в Лос-Анджелесе, алкогольные спиртные магазины тоже открыты, вот о чем мы с вами говорим, такая политика двойных стандартов, то есть essential это же слово, то есть какое-то слово, которое приписка к какому-то бизнесу автоматически как будто бы тебя защищает от возможности заражения. Марихуана, она необходима, да? Да, да, марихуана необходима, а вот вера и какую-то даже, не знаю, помощь вот такая духовная человеку в такой период времени, кризис, я даже в каком-то видео говорила, я предложила сделать, почему, например, не закрыть те же кофейни, неужели человек дома себе кофе заварить не может, ну это же как бы смешно, да? И люди проезжают там через драйв-тру, но все равно это касание рук, это передавание чашки кофе, это заварка этого кофе, то есть здесь, я думаю, что это тоже такой момент, и опять же, почему вот это открыто, вот такая двойные стандарты, и я предложила, почему бы не сделать церковь через драйв-тру, когда через, проезжать на машины, когда человеку там, соблюдая все нормы, там 6 фит расстояния, человеку нужна может быть исповедь или какая-то молитва священника, почему он не может это сделать и вот так проехать. Я думаю, что этой идеей воспользовались, и в Вашингтоне так прошла Пасха и даже причастие через драйв-тру, они поставили с соблюдением всех государственных норм расстояний, во Флориде, одна из церквей, они также собирались, они сняли огромный аэродром, большое расстояние, и сделали, поставили огромную сцену, и там провели такой пасхальный настоящий концерт. Люди приезжали на машинах, они не имели права выходить с машины, расстояние между каждой машиной тоже было примерно 2 метра, то есть получается через одну парковали машину на этом огромном аэродроме, но они были участниками, кто-то из своих люков влазил, кто-то просто сидел в машине, и таким образом был какой-то частью праздника, это было интересно наблюдать, но это было во Флориде, там в этом плане намного более лояльный сейчас закон, после этого даже, и после одного прецедента с церковью, они сказали, что мы относим церковь к essential business, то есть к необходимости в этот период времени. Как они там сейчас это будут уже урегулировать, это уже другой вопрос. Понятно. Елена, ну я думаю, что про условия коронавируса мы все уже выяснили основное. Хотелось бы поговорить о том, как сегодня освещают у вас это СМИ. Вот у вас уже, когда вы рассказывали, так прозвучало, что вроде как есть цензура, потому что, допустим, когда люди выходили на митинги, это не показывалось, или даже выбирались какие-то ролики. Вот. И вообще, как вот у вас сейчас предвыборная кампания? То есть даже мы отсюда постоянно наблюдаем за битвой демократов и республиканцев, да? Не связывают ли, вот мне хотелось бы сейчас поговорить об этом, о политической составляющей, не связывают ли жители США вот весь этот коронавирус именно с политической борьбой? И как это вообще все преподносится в СМИ? Я думаю, что любое такое событие, то есть если даже посмотреть на историю, на историю выборов, там, 12-го, 16-го годов и ранее, практически даже у нас выставлялась такая информация, что возле каждого года выборов ставилась какая-то эпидемия или там, как, например, свайн-флу, или там свиной вирус, да, который был, и многие другие. И, то есть считать это совпадением или не считать, то есть я не хочу сейчас как бы давать какие-то рекомендации, но надо принять это как за факт, что это было. Конечно же, сейчас вся эта ситуация может использоваться как с одной стороны, так и с другой стороны, как с одной стороны партии, с другой, как они уже будут управлять этой информацией. Но касательно федеральных вообще основных каналов, таких там, как Fox News, CNN и большинство каналов, надо понимать, кем они контролируются. 90% вообще спонсорской помощи этих телеканалов исходит от фармаиндустрии, от фармобизнеса. И, например, в вечерних новостях 18 из 22 реклам в вечерних новостях проплачены фармацевтическими организациями, фармобизнесом. Соответственно, конечно же, они не будут подавать то, что там противоречит их бизнесу или мешает развитию их бизнеса. Из-за этого федеральные СМИ, они очень проплачены. Наш президент очень часто об этом говорит на своих твиттер-страницах. То есть если ты хочешь узнать самые последние новости, подпишись на твиттер Трампа, там много чего интересного узнаешь даже в поддержку вот тех же митингов, протестов, которые проходили, это было все совершенно легально. Во-первых, это получались перемениты у штата. Это не просто такие протесты, которые не согласованы с государством. Вот, кстати, такой момент. У вас тоже, прежде чем выйти на митинг, нужно его согласовать, да? Конечно, да. А могут не согласовать этот митинг? Могут не согласовать. Сейчас вот под вопросом, например, следующие митинги находятся под вопросом, когда они увидели, какая волна несогласных прошла по всем штатам. И сейчас сказали, что в Facebook, по всем новостям в Yahoo, например, в Yahoo.com в новостях вышло, и практически по всем основным порталам, что Мат Сокенберг, он сказал, что любую инициативу в плане протестов и людей, которые будут организовать протесты, либо выставлять информацию от протестов, в эти страницы будут баниться. Поэтому вот такая цензура есть. Такая цензура. Жесткая. Цензура жесткая, хотя наш президент Трамп на каждой странице, пока каждый штат выходил, он писал «Liberate Michigan», «Liberate Washington», «Minnesota», то есть «Свободу Мичигана», «Свободу Миннесота». Это все проходило с такой его поддержкой, потому что он тоже многие вещи, в принципе, наблюдает. И люди просто видят нестыковку. То, что мы с вами говорили, essential, не essential. Второе, видя, как люди теряют работы, бизнес, видя какие-то спекуляции на цифрах, когда с федеральных каналов звучат такие устрашающие информации, которые не всегда и далеко не всегда соответствуют действительности. И это все подкрепляется такой страшной статистикой смертности. И люди, находясь дома, просто в закрытом помещении, серьезно, они получают, не знаю, сердечные приступы и умирают скорее от стресса и от каких-то сопутствующих заболеваний, скорее, чем от коронавируса. Я не говорю, что его не существует. Есть и есть заболевшие, есть больные люди. И действительно, многие медицинские сотрудники в госпиталях борются за жизнь, за что им огромное спасибо за их труд и вообще за посвящение там с рисками для своей жизни, для жизни своих семей. Но, да, спекуляция на этом 100% есть. Я показывала в своих видео, я открывала, у меня есть видео на YouTube, где я открываю сайт CDC, вот сейчас в Instagram Stories на своем канале, да, также называется Елена Никитская, она записала и показала, как 2 апреля вышел документ, постановление, как фиксировать смертность. в штате и вообще в федеральном. То есть уже много врачей вышли в интервью на разных порталах и сказали, что их мотивируют, скажем так, направляют, настоятельно говорят, чтобы фиксировать максимум COVID, максимум ставить диагноз COVID. И даже если нет коронавируса, даже если нет коронавируса, я была удивлена, потому что я человек фактов, то есть я не конспиролог, то есть если есть подтверждающий этому закон или подтверждающий этому какой-то документ, для меня это факт, для меня это вот серьезный как бы аргумент в поддержку какого-то определенной там теории. И так же и здесь. То есть открываешь сайт того же CDC, и ты читаешь и не веришь своим глазам, когда маленькая звездочка возле цифры умерших написано, что сюда входят в категорию точно подтвержденные диагнозы и возможно, которые можно как-то причислить. Когда ты дальше идешь в документацию, начинаешь читать, открываешь PDF-документ на 7 листов, и там на третьей странице ты видишь, что рекомендовано, если вы не уверены, но у вас есть подозрения, какие-то некоторые симптомы, я даже переводила на русский язык прям формулировки полностью с английского ресурса, с американского, то вы можете сказать, что это COVID. И вы можете написать, и есть прям диагноз, пробовый COVID, возможно, коронавирус, вот такой диагноз, возможно, сердечный приступ, возможно, последняя стадия рака, возможно, COVID. Врачи получают деньги, наверное, за то, что они ставят такой диагноз. Да, это факт, и это правда. Получается, что происходит? Госпиталя сейчас теряют очень много денег, потому что все плановые операции, в основном, в большинстве случаев, отменены составы медицинских команд, распущены. По многим штатам, исключая, наверное, Нью-Йорк, потому что, конечно же, его нельзя равнять со всей остальной обстановкой по штатам США, потому что это все равно является мировой зоной очага, как там та же северная Италия и другие страны. Поэтому здесь госпиталя получают определенные дотации, то есть на количество коронавирусных больных они получают какие-то определенные федеральную помощь. Плюс это выделяются средства на те же там вентиляторы, то есть вопрос, нужны они будут, не нужны они будут, но идет серьезная поддержка. Ну и плюс такой своего рода даже прессинг по отношению к медицинским сотрудникам, что чтобы это не было, если это что-то где-то схожее, похожее, напиши, возможно, ковид. Из-за этого и люди просто в панике как бы сидят дома и реально как один из людей, который сейчас баллотируется в конгресс, доктор Шива, как он сказал, вместо того, чтобы поднимать сейчас иммунитет, подумать о том, что нам не хватает витамина А, витамина И, витамина С в организме и наоборот успокоиться, там дома заниматься зарядкой и мы запуганы такими огромными цифрами и информацией там с федеральных каналов, которая не пропускает в основном даже какую-то информацию в поддержке той же республиканской партии, того же Трампа и всю информацию подает в том свете, в котором им необходимо. То есть это как-то вменяется в Трампу, что он неправильно работает, что он неправильно ведет политику в отношении коронавируса, ведь Трамп тут сделал заявление, что он прекращает спонсировать ВОЗ, Всемирную организацию здравоохранения. Как это связано с коронавирусом? Напрямую связано, потому что для многих людей, которые понимали, что происходит что-то намного больше, чем просто пандемия, и за этим скрываются намного больше ситуации и другие события, они видят даже в этом определенную связь. это заявление его, потому что все настолько бюрократизировалось и спонсировалось, и также организация ВОЗ, которая напрямую связана с фаундейшн Билла Гейтса и фармацевтических организаций, крушует фактически на самом таком высоком федеральном уровне фармабизнесы, и все это связано с CDC, у них же и патенты там на вакцины, и все это как бы звенья одной цепи. А CDC это что такое? Давайте объясним зрителям. CDC это, в принципе, это вот как ВОЗ, это организация контроля по дизистам, центр как бы заболеваний, где официальная информация по поводу, как центр здравоохранения, можно так сказать, наш, американский мест. То есть это основа всего, где самая официальная информация по здравоохранению находится. И Трамп, то есть вот это его заявление в плане ВОЗ, оно напрямую, то есть он говорит, что в основном там большинство смертей, которые были, такая фраза, формулировка его, с его спича, которая выведена во многие каналы СМИ, что они причастны, они виновны в том количестве заболевших и умерших, которые у нас сейчас есть. То есть их неправильная политика, их не всегда правильное направление и неправильная даже задача для тех же госпиталей. То есть вместо того, чтобы мы сейчас останавливали это все и повышали иммунитет населения и помогали выйти из этого всего, у нас начинаются на этом фоне спекуляции, какие-то политические войны, какие-то законодательные процессы, которые сейчас принимаются, пока люди сидят дома, и они не могут выйти с каким-то митингом, либо собрать петиции письменно, чтобы это все отменить. Ну то есть у вас тот же процесс получается. А, кстати, вот эти рекомендации, чтобы люди сидели дома, сохраняли социальную дистанцию, это все рекомендации ВОЗ. И насколько я знаю, Трамп именно обвинил в некомпетентности и неадекватности этих рекомендаций, а рекомендации сейчас весь мир выполняет. Да, потому что идет несоответствие фактов, и опять же спекуляция этими данными, спекуляция информации, потому что кто-то считается с Сеншел, кто-то не считается с Сеншел. Мы опять возвращаемся. То есть в каждом штате какие-то свои такие идут войны, по этому счету. И на фоне этого сейчас принимаются различные законы в каждом штате. Например, в Миннесоте это закон по сексуальному образованию. Принят, прошел. То есть у нас это установка 5G-вышек. Те вещи, которые должны сейчас быть приостановлены, если у нас пандемия, мы пытаемся выйти из кризиса, пытаемся выйти из этой сложной ситуации, нам нужно, конечно же, приложить все силы. Вот я как раз хотела поподробнее на эту тему поговорить. Вот вы сказали, что все те, кто понимает, что за коронавирусом скрывается нечто большее, то есть у вас такая фраза прозвучала, а что скрывается за коронавирусом, то есть он в качестве счета чего выступает. И вот вопрос как раз. То есть какие законы сейчас принимаются, я так понимаю, что принимаются сейчас такие законы, которые раньше невозможно было бы принять. Да. И в связи с этим, вот и 5G, и законы, и вы в одном из своих роликов сказали, что законы не только сейчас принимаются, те, которые ущемляют права, но была и какая-то подготовка. Вот хотелось бы, чтобы вы вот эту тему осветили. Что за подготовка, когда началась? Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,